В Москве завершился форум сообщества. Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Форум проводится с целью выявления состояния развития в регионах некоммерческого сектора, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. Форум организован Общественной Палатой России и Федеральным агентством по делам национальностей. От окружного собрания депутатов в мероприятии приняла участие заместитель председателя Татьяна Бадьян. По её словам, видно активность и неравнодушие людей к проблемам, которые есть в стране. На форуме затрагивается самый широкий спектр вопросов, в том числе большое внимание уделяется общественному контролю, роли некоммерческих организаций в различных сферах нашей жизни, межнациональных отношениям. Главным принципом мероприятия является максимальная открытость для всех, кто готов высказать свою позицию, поделиться проектами, обсудить волнующие его проблемы. Только взаимодействуя власть, бизнес и гражданское общество могут работать эффективно, отметила вице-спикер. А в Санкт-Петербурге обсудили поддержку коренных малочисленных народов. На заседании Постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленным народам наш регион представила законодатель Ольга Каменева. На комитете парламентарии рассмотрели проект федеральных законов о государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой образ жизни и о территориях традиционного природопользования КМНС. Жители Пешского и Амдерминского сельсоветов проголосовали против переименования своих населенных пунктов. Напомню, жителям этих муниципалитетов было предложено переименовать Пешский сельсовет в Пешский. Следовательно, и все поселения стали бы носить название Верхняя Пеша, Нижняя Пеша и присвоить наименование географическому объекту Амдерминский сельсовет. Согласно поступившим в окружной парламент протоколом, против переименований Пешского сельсовета проголосовало 186 человек из 260 принявших участие. Против переименований Нижней Пеши 94 из 153, против переименований Верхней Пеши 34 из 37 проголосовавших. По итогам голосования жителей муниципального образования поселок Амдерма о присвоении географическому объекту наименование Амдерминский опрос был признан несостоявшимся в связи с недостаточной явкой. Из 343 граждан, постоянно проживающих на территории поселка, на общее собрание пришли лишь 17. До конца года планируется принять Федеральный закон о культуре. Прочный правовой фундамент необходим для реализации современной государственной политики в сфере культуры. Основы законодательства о культуре были приняты в 1992 году, еще до вступления в силу Конституции России. За это время регионы, не дожидаясь нового Федерального закона о культуре, приняли свои правовые акты, учитывающие потребности территории, рассказал председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. По его словам, среди приоритетов, которые необходимо отразить в проекте Федерального закона, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, господдержка профессионального искусства и народно-художественного творчества, социальное обеспечение работников культуры и искусства, сохранение и популяризации культурного наследия народов России, проведение мониторинга состояния памятников истории и культуры. Региональный закон о культуре необходимо будет привести в соответствии с новым федеральным законом, который, как ожидается, будет принят до конца текущего года. В нём необходимо отразить развитие туризма в регионе и национальный аспект – развитие культуры коренных малочисленных народов Севера.